Одной из важнейших задач в Краснодарском крае является создание комфортных условий для обучения детей в городах и сельских населенных пунктах. В приоритете занятия физкультурой и спортом для детворы. И для обеспечения материально-технической базы делается очень многое. Благодаря нацпроекту образования в Славянском районе продолжается обновление спортивных залов и спортплощадок образовательных организаций. Эта работа находится в центре внимания власти муниципалитета. В 11-й школе, расположенной в хуторе Маевска, Маевского сельского поселения, в последнее время произошли зримые перемены к лучшему. Патриотическому воспитанию в казачьем образовательном учреждении уделяется особое внимание. И спортивная подготовка учащимся очень нужна. А сейчас, когда спортплощадка школы получила современное покрытие, условия для занятий значительно изменились к лучшему. С новым покрытием, конечно, все уроки физкультуры и соревнования спортивные, они проходят на этой площадке. Поэтому это очень важно, очень значимо, что власть уделяет внимание таким социальным объектам, с помощью которых мы можем прививать детям любовь к спорту. В 17-й школе спортивный зал обрел современное покрытие, что позволило кардинально улучшить качество проводимых занятий. Этот зал стал центром притяжения для учащихся. Большой объем работ произведен на стадионе первого лицея. Он был полностью обновлен. Появились отличные беговые дорожки, отвечающие строгим требованиям. Позаботились здесь и о волейбольной, баскетбольной площадках. Наша всеобщая радость – это вот эти дорожки беговые, баскетбольная площадка, волейбольная площадка. Поэтому это вот течения, которые свершились. Все лето здесь были работы очень такие интенсивные, достаточно тяжелая работа, согласитесь. Вот весь этот труд, он тяжелый труд. И эти работы продолжаются, благоустройство территории продолжается, лицея номер один. Поэтому спасибо огромное, что вкладываются деньги, что поднимаются проблемы, эти проблемы решаются. В 41-м детском саде, расположенном в поселке Совхозном, игровые площадки, теневые навесы, дорожка здоровья, экологическая тропа. А сейчас появилась и отличная спортивная площадка, оснащенная необходимым оборудованием для занятий и тренажерами. Мы очень рады. Мы очень давно ждали такую площадку. Дети очень рады, родители довольны. И мы же понимаем, что с детского сада уже, мы уже приучаем детей к спорту, любить спорт. Развиваем такие качества, как ловкость, выносливость. И от имени родителей, наших детей, педагогического коллектива мы очень благодарны. И хотим сказать огромные слова благодарности всем, кто помог в строительстве этой площадки. Современная спортивная площадка, где определенные условия соблюдены, по всем стандартам она построена. Приобретены детские тренажеры, спортивное оборудование, вот вы здесь видели. Дети с удовольствием здесь играют. И, естественно, мы обеспокоены, чтобы, естественно, все было у детей безопасно. Безопасно для их здоровья. Воспитанники детского сада, воспитатели, школьники и учителя смогут заниматься и работать в более комфортных условиях. Для этого было сделано все необходимое. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События». Продолжение следует...